...проект Честный Капель и свою презентацию я хотел бы начать с вопроса к вам Все ли согласны со мной в том, что мошенников надо остановить? Я тоже согласен с этим И идея, которую я хочу сегодня вам представить это имплементация в маленькой области На самом деле, внести его можно на более масштабные области, сегодня мы будем говорить о спортивных прогнозах На рынке спортивных прогнозов сейчас представлено огромное множество хапперов, то есть прогнозистов, которые продают свои прогнозы начиная от 150 рублей, заканчивая 70 тысячами, а может быть даже и больше При этом они не дают абсолютно никакой гарантии на качество и в ней абсолютно не за что не отвечают То есть они могут буквально пальцем не подкнуть, сказать вот так вы ставку делаете При этом никакой гарантии, никакой ответственности они не несут По запросу в Яндекс спортивные прогнозы Мы получаем показы в месяц 143 тысячи И только две с половиной тысячи мы получаем по запросу отзывы о спортивных прогнозистах То есть большинство людей даже не могут найти или не ищут качественную информацию, качественное представление Просто доверяют тем, кто появляется в запросе первыми И это все потенциальные джексы мошенники Честный хаппер — это проект, который предлагает следующие шаги для решения этой проблемы Во-первых, мы на одной площадке собираем тех, кто покупает прогнозы и тех, кто их продает Во-вторых, мы делаем честный рейтинг хапперов Мы записываем все их действия, все их прогнозы и штатки в блокчейн Так, чтобы их невозможно было выбирать и невозможно было процессовать Ну и вводим такое понятие, как токен репутации То есть мы даем капперам и каждый прогнозист, делая прогнозы, должен какую-то часть своей репутации поставить на коммуне И отвечать вот этой части своей репутации Соответственно, если он плохой прогнозист, фара через несколько прогнозов он окажется в рейтинге в таком месте, то он еще не сможет продавать Система наша выглядит следующим образом Собственно, она объединяет прогнозистов и пользователей Прогнозист делает свой прогноз, записывается в блокчейн Пользователь платит систему деньги И за вычетом небольшого процента эти деньги переходят в прогнозистов При этом все действия прогнозиста записываются в блокчейн Соответственно, на основе этого делается рейтинг И доступна вся статистика всей его прогнозы Мы проанализировали потенциальных конкурентов Конкурентов у нас очень много Они могут выглядеть и как отдельные сервисы, и как паблики ВКонтакте, и в соцсетях При этом нет ни одного, которого, во-первых, записывается в статистику в блокчейн Во-вторых, подавляющее большинство из них делает свои рейтинг Если вообще делает, то на своих субъективных оценках Мы не нашли ни двух ресурсов, в которых рейтинг капельно совпадал Соответственно, во-первых, мы делаем рейтинг на получение Мы в цифровом виде представляем каждый прогноз И мы ведем учет репутации на основе токенов Наша команда, по-моему, состоит из разработчиков Мы еще не находимся на том, чтобы говорить о том, что это так Но в рамках данного токотона мы существенно находились в существенной данной проблеме Была большая проблема, собственно, с подключением блокчейна На этом мы много времени потеряли И мы еще будем говорить о том, что из России И еще мы с вами сделаем Я очень люблю эту идею, потому что использование блокчейн. Я имею в виду того, что происходит там, что не происходит. Поэтому мы увидим историю тех порокастеров, как ты говоришь. Может быть, я просто боюсь, что если нет порокастеров с историей, то это будет избран. Но это еще раз. Это просто комментарий, нет вопросов. Это просто комментарий, нет вопросов. Мне нравится это. Спасибо большое за вашу презентацию. Мне очень нравится эта концепция. Мне кажется, что это очень интересно. Есть отдельная тема, на которой, возможно, стоит задуматься. Это будут ли прогнозисты, у которых может быть идеальная история. Но мне кажется, это идея для отдельной дискуссии. Это был комментарий, это был не вопрос. Еще раз вам большое спасибо. Отвечая лептика, таких и бывает. Но я видел таких, которые в трех столбиках представляют свои прогнозы и подают. И если вы хотите точность 65%, то заплатите столько. Если хотите точность 80%, то столько заплатите. И 93%, то заплатите столько. При этом суммы превышают тысячу долларов. А как они могут обеспечить эту точность, то никак не могут обеспечить. И, соответственно, для этого не нужна сервис. Для того, чтобы их статистика была зафиксирована не ими самими, а блокчейном площадке, которая объединяет базе это в целом. И, соответственно, для того, чтобы пользователи и пользователи. Итак, моя вопроса стандартная. Итак, первое. Какой модель ваша бизнес-модель? Или монетизация? И, второе, если у вас есть какие-то лайки. Потому что я вижу, что вы сильные разработчики. И, по-моему, вы сделали что-то. Скажи нам. Спасибо. Монетизация будет в том, что, в первом, при выводе, в котором денег, которое он заработал, уже снимался 7%. По моим просчетам. Это будет примерно около 3-4 тысяч долларов на начальном этапе. А в дальнейшем это может расти и масштабироваться. Ну, плюс еще реклама. И live demo? You have a live demo? Something you can show us? Я вижу, что у вас в команде есть 4 сильных разработчика. И нет ли у вас демо-версии, которую я могу показать? Демо-версия у нас немножко отстала. Визуальное представление у нас отстало. Потому что мы очень долго возились с подключением к блокчейну. Как оказалось, Java-коду не очень легко подключается. Это учетка админа. Мы реализовали регистрацию разными ролями. Предстоящие это матчи футбольные, которые произойдут в скором времени. Можно контролировать. Так, 10-е число прошло. Мы сейчас на будущее смотрим. Нет. Прекрасную неделю рассматриваем. Вот это матчи, которые состоятся 18-го числа. Нажав на ссылку на ID, мы можем открыть, собственно, сам ивент. Кнопки еще нет, но REST-запрос уже реализован на создании ивента. Соответственно, это также может посмотреть результаты. Это уже прошедшие матчи, которые уже состоялись с финальным счетом. Нет, финальный счет не надо быть. Собственно, пока готовы регистрация, авторизация получения спортивных предстоящих и прошедших матчей. Сейчас готовы личные кабинеты по ролям. Личные кабинеты везде. И у нас есть волшебная кнопка, которая по ID подгружает предстоящие матчи. Можно сжать и, в общем-то, список предстоящих обновляется. Собственно, так же, как и обновляются результаты. Это в будущем будет происходить с помощью планировщика. Пока у нас API не идеальная. То есть мы получаем эти матчи со стороннего ресурса и без коэффициента. Поэтому пока работаем только так, но мы в процессе переговоров с двумя вековским компаниям, чтобы получить их как много. Всем, командно, большое спасибо. Жюри у нас удаляется на 20 минут на освещание. У нас с вами есть время проветриться, прогуляться. Но через 20 минут мы вас ждем здесь. Продолжение следует...